Межконфессиональная терпимость, диалог между церковью и государством, социальная интеграция. Об этом сегодня шла речь на встрече президента с Синодом Белорусской Православной Церкви. Откровенный разговор состоялся в столичном храме-памятнике в честь всех святых и продолжался около трех часов. За это время удалось обсудить самые разные темы. От возведения новых храмов до строительства отношений между епархиями и местной властью. Еще одна заметная инициатива – возобновление работы Общественного консультативного совета по нравственности. Евгений Пустовой подробнее. В церковь президент пришел с цветами и четкой позицией. Обсудить с духовенством все проблемы, без ремарок. Красная роза Александр Лукашенко возложил к памятнику патриарху Алексею II. При жизни первосветитель поддерживал белорусского лидера в идеях интеграции братских народов и приверженности традиционным ценностям. К открытому разговору о важном располагает и сама атмосфера. Встреча в храмовом комплексе всехсвятского прихода. У нашей страны уникальный опыт. 12 лет назад подписано соглашение о сотрудничестве государства с белорусской православной церковью. Но этот диалог ведется не в бюрократическом тоне, а в весьма дружелюбной атмосфере. В храме Александр Лукашенко общается с давним другом митрополитом Филаретом. В окружении экзархов в церкви в честь Иоанна Крестителя президент ставит свечу и прикладывается к мощам святого. Почетный экзарх Филарет в почетном возрасте, поэтому Александр Лукашенко держится рядом. Это отражает и общее отношение между государством и церковью, и первым лицом светской власти с православным твиром. Но в Белоруссии одинаковое отношение ко всем конфессиям. Православие лишь первое среди равных. Мы не конкурируем с другими конфессиями, каждый делает свое дело. Искренне радуюсь тому, что сегодня мир межконфессиональный на белорусской земле. Это вот такой хороший задел. И я думаю, что совершенно не случайно Беларусь и Минск сегодня привлекают другие конфликтующие стороны, другие конфликтующие страны, которые здесь могут находить вот такую замечательную площадку для нахождения мира и согласия даже в других государствах. Кстати, церковь постоянно молится, как здесь говорят о благоденстве страны. Но вера без дел мертва, поэтому и пастырская деятельность для общей пользы. Тем более у церковных позиций и у политики Александра Лукашенко единые евангельские корни. Убежден, что наша дальнейшая работа будет по-прежнему носить только созидательный характер и позволит скоординировать усилия по укреплению общества и его духовному обогащению. Издавна именно церковь служила вестником надежды и веры, помогала человеку на пути к христианским идеалам. Ее авторитет и опыт сегодня востребованы как никогда. Из истории нам хорошо известно, что основы православной веры, справедливости и человеколюбия воодушевляли людей на подвиг. Именно эти ценности помогали им с достоинством переживать самые тяжелые времена. Но если вы меня внимательно слушали, даже не внимательно, поскольку очень часто об этом говорю, в основу своей политики я положил именно эти ценности, справедливость и любовь, и преданность к человеку, к людям. И здесь у меня нет никакого двойного дна в этой политике. Это действительно искренне. Александр Лукашенко сразу отметил, диалог должен быть открытым и предельно откровенным, как исповедь у священника. Церковь консервативно стояла и должна стоять на страже ценности и государственности. Раздробленные княжества в Киевскую Русь объединили общие идеалы христианства. Теперь у церкви такая же задача. Сохранить наш нравственный облик, а значит само общество в итоге государство. Успешным примером сотрудничества или говоря по церковному соработничеству между государствами церковью является вот этот всехсвязкий храм. Но таких примеров масса и не только в осязаемых формах. Дорога к нравственным идеалам, а значит и благополучию общества напоминает вот эту лестницу. А подниматься вверх по ней всегда легче вместе. В Беларуси православие открыто к диалогу с остальными 25 конфессиями, которые все вместе представляют интересы каждого седьмого верующего белоруса. Православные храмы становятся площадкой для этноконфессионального диалога. Год назад в Всесвятском соборе собрались тысячи человек. Молитва за Беларусь стала и общегосударственной, и семейной. Александр Лукашенко участвовал в ней со всеми сыновьями. Нынешняя встреча не такая масштабная, но не менее значимая. Светская власть никогда не забывает духовную. Эта встреча по форме традиционная, а вот по содержанию весьма значимая. От вопросов строительства храмов до строительства моделей общения с обществом в эпоху потребления информационных субпродуктов. За духовным изломом следует раскол общества. А Беларусь остается островком межконфессионального диалога. Священнослужители принимают активное участие в патриотической работе, прославляя героизм белорусского народа в годы трагических событий, выпавших на его долю. Ведь он выстоял благодаря высокой духовности, благородству и мужеству. Смею заверить, это абсолютное мое убеждение. Никто больше, как священнослужители и церковь белорусов, не делают в этом больше в мире, чем вы. Я особо подчеркнул конструктивную позицию духовенства в отношении современных политических событий, происходящих в нашей стране. Это в очередной раз доказывает вашу заинтересованность в динамично развивающемся белорусском государстве. Другие конфессии должны взять пример с Белорусской православной церкви и готовить из граждан Беларуси священнослужителей. Здесь должны служить белорусы. И люди, пускай иностранцы, но беспредельно преданные нашему народу и нашему государству. С первого дня своего президентства я провожу эту линию прежде всего в отношении католиков. И здесь у нас подвижки разительные. Очень много пришло священнослужителей белорусов в католическую церковь. Окормлять духовно белорусов должны священнослужители с белорусской пропиской. Религиозный альмаматор строят под патронатом государства. По пять таких заведений у католиков и протестантов, у православных семь. Четыре финансирует государство. Здание Духовной Академии в Минске тоже возведено с поддержкой властей. Новый проект завершения реконструкции жировической обители. Этот монастырь – лицо православной Беларуси. А вот за обликом тех, кто в сане, должны следить сами экзархи церкви. Прихожане в церкви, мы говорим, граждане Беларуси. И, соответственно, и выстраивать эти отношения надо и с прихожанами, и с церковью. А, следовательно, церковные служители, священнослужители в всех уровнях должны быть образцом, прежде всего, сами вот этой нравственности. Чтобы люди об этом не просто слышали, чтобы люди в это верили. И люди, как говорится, шли туда с большим удовольствием, что они выйдут оттуда более подцерковленными. Церковь и Министерство образования договорились вместе воспитывать юных беларусов еще 11 лет назад. Теперь документы переработали, жизнь не стоит на месте. Духовенству предлагают перезагрузить работу Совета по нравственности. Вместо цензорских задач он должен стать своеобразным институтом поддержки традиционных ценностей. И здесь пастырское слово за духовенством. Мы надежные, твердые опоры нашего общества. Вот это должны все понимать. Мы не претендуем на какую-то политическую или социальную власть. Мы должны делать и делаем, и стараемся делать все возможное. Что мы должны делать, как священнослужители? Принимать людей, беседовать с ними, выслушивать их проблемы, вопросы, помогать им решать эти проблемы, вопросы, помогать людям становиться чище, добрее. За последние годы структура беларусского экзорхата заметно изменилась. До 15-ти увеличилось число епархий. Больше епископов, больше внимания пастве. В стране полторы тысячи храмов возводится еще около двухсот. Президент подчеркивает, важно выстраивать не только церкви, но и отношения между пастырями и прихожанами. Зачастую именно церковь помогает людям формировать ответственное отношение к жизни и здоровью. На человека, который самостоятельно не справляется со своими слабостями, зависимости, голос священника порой оказывает большее влияние, чем разговоры с родными или усилия медиков. Регулярно возникают новые задачи, в решении которых необходимо более активное участие церкви. Я не скажу, что государство и совершеннослужители мало делают здесь что-то. Но надо найти то особое деликатное место и тот деликатный подход, который в свойственной церкви в этом процессе. Здесь в этом процессе должна быть четко подчеркнута роль церкви наших совершеннослужителей.